Библейский портал экзегет.ру представляет 14-й псалом читаю для библейского портала экзегет в переводе российского библейского общества. Вот идут у нас псалмы, уже 13 прошло, еще очень много будет впереди. И тема, в общем, этих первых псалмов, их много, и они разные, но тема у них довольно похожая, это праведник среди грешников, среди нечестивцев, злодеев, вот как ему жить, как ему найти защиту. И вдруг 14-й псалом задается очень важным вопросом. Прочитаем его, потом посмотрим, как он на него отвечает. Псалом Давида есть подзаголовок, который не очень понятно, что значит, некую связь с Давидом он явно указывает, но не более конкретно. Итак, «Праведных, а нечестивых, а кто праведный?» Где признаки праведности? Более того, если бы он сказал, кто праведен, предыдущий стих утверждал, никто не творит добра, все сбили с пути, все испорчены, ни один человек не творит добра. Ну, может, это преувеличение? Давайте посмотрим, кто праведник. И более того, кто может жить в твоем шатре, обитать на твоей святой горе? То есть, фактически, кто может жить в твоем святилище? Вообще-то, никто, потому что святилище – это не гостиница, это не место, куда приходят люди, чтобы там жить. Но можно это понять чуть-чуть иносказательно, кого туда допустят, или кто может, скажем, раскинуть свой шатер рядом с твоим шатром? Кто вот свой в Божьем доме? Ну, говоря на языке, скажем, христианском, мы скажем, кто в Царство Божие войдет, да? Вот здесь это твой святой шатер. И он отвечает очень просто. Тот, чьи путь не порочен и чьи дела праведны. И дальше перечисление вот этих самых конкретных дел и поступков. Кто правду в сердце своем говорит? Да, вот человек в речах еще может как-то сдерживаться приличиями, целесообразностью, какой-то необходимостью выглядеть хорошо. А вот в сердце-то сам себе он говорит то, что он думает. Не клевещет это уже во вне, не делает другу зла над ближним своим, не глумится. То есть, как ни странно, не сказано, кто молится, постится, приносит жертвы. А сказано, тот, кто внутри себя старается, скажем так, говорить правду, даже самому себе не врать. И тот, кто по отношению к другому человеку избегает зла. То есть, честность перед собой и доброжелательность по отношению к ближнему, деятельная доброжелательность. Более того, богомерзкого он презирает, а боящихся Бога чтит. Его отношение к другим людям включает такое чувство, как презрение. Есть же в человеке это чувство. Вот его тоже можно обратить ко благу. Клятву сдержит даже себе в ущерб. Серебра не пускал он в рост. Экономическая деятельность. Исполняет обязательства, взятые на себя, даже если это невыгодно. Не берет процентов. Ну, тогда, понятно, инфляция не была такой, как сегодня, когда просто без небольшого процента ни один банк денег не даст, потому что иначе какой смысл ему давать эти деньги. Но вот здесь имеется в виду, что вообще никакого процента человек не получает, он дает, если он видит, необходимо помочь дать долг, то он дает. Невиновного не обвинял за взятку. И одновременно справедливость правосудия. То есть вот, собственно, и все. Никакого особого благочестия вот такого религиозного нет. Это быть честным с самим собой и вести себя порядочно по отношению к другим людям. Если ты так себя ведешь, ты свой в доме Бога. Вот и все. Кто поступает так, вовек не падет. Довольно простой набор требований, не так ли? Мы думали, кто может жить в твоем шатре? Какой-нибудь отшельник, который там 30 лет молился, постился, знает наизусть все священное писание, исполняет все обряды, ритуалы, предписания. Да нет. Будь честен с собой, будь порядочен в отношении к другим людям, будь доброжелателен по отношению к тем, кто нуждается в твоей помощи. Все, ты с Богом. Какой простой ответ. Но это касается не всех, и 15-й Псалом, он такое сложное отношение к разного рода людям нам передаст.